Уважаемые соотечественники, тема называется гораздо проще. Это «Имя в пространстве тела». Я хочу вам рассказать, как ваше имя может оказаться источником силы, энергии и красоты. Совершенно неожиданно и достаточно красиво. Я думаю, что у всех присутствующих есть свое имя, и оно записано в паспорте, и все его наверняка знают. Я не сомневаюсь, что есть люди, которые влюблены в свое имя, и я не сомневаюсь, что есть люди, которые более нейтрально относятся к своему имени или даже чуть-чуть его недолюбливают. Когда вы были маленькими, вам произносили постоянно повторяющиеся фразы, повторяющиеся слова, повторяющиеся символы или знаки. Какие? Это ваше имя, второе было слово «нет», третье «нельзя», и четвертое «как тебе не стыдно». И все они как-то соединялись, сгущались вокруг вашего имени таким симпатичным облаком. Были другие варианты. Произносилось ваше имя, и вам говорили «да, ты можешь, ты справишься». И появлялся другой такой вот абрис и такое облако, и эти оба облака существовали внутри тела. И мало того, что они существовали, они еще и конкурировали. И каждый раз вот это вот темное облако не хотелось чувствовать, и вот облако «да», оно пыталось с ним бороться и не замечать его, и хотелось как-то жить без этого темного облака «снельзя». Но на это уходили силы, и на это уходила такая жизненная энергия, и удовольствие от жизни, и комфорт. Вы понимаете, что когда-то, когда совсем давно древние люди, они называли человека в процессе жизни, прибавляя различные качества и называя его различными именами. Там верный глаз, чуткое ухо, друг индейцев и так далее. Это было естественно, и это было описание индивидуальных особенностей человека. Потом, когда над землей, над Европой пронеслось римское право, имя стало юридической формулой, юридическим объектом. И ваше имя, Коля или Петя, или Марина, оно повторяется многократно у многих людей, совершенно не похожих между собой. Это как бы и грустно, но с другой стороны, тем не менее, это факт. И тогда все родители мира начинают изобретать различные уменьшительные, ласкательные варианты всевозможные, когда говорят «колюшечка», но не «колючечка», нежнейшие какие-то имена. И таким образом они индивидуализируют вас, делают неповторимыми. И это в ощущениях очень интересно отзывается. Человек живет в двух мирах, на самом деле. У него два мира. Есть мир внутренний, это его психика, и мир внешний, в котором мы сейчас все с вами находимся. Мир внутренний не видит никто. Мир внешний мы видим все вместе одновременно. Но человек всю жизнь занимается, сейчас я вам скажу, чем он занимается всю жизнь, практически до самой смерти. Он пытается согласовать эти два мира. Мир внутренний и мир внешний. Он занят тем, что он их согласовывает между собой. Эти миры созвучны, эти миры приглашают друг друга. Но разговаривают они на языке чувств, на языке мыслей, на языке психических образов. И вот этого самого имени главного, который приглашает внутренний мир и который отзывается на внешний мир. Это ваше имя, которое живет внутри вашего тела. Но есть так называемый психический образ, имя как зеркало. И в том числе имя, оно не является безразличным. И оно не является таким мертвым отражением. Оно обладает какой-то удивительной живой силой, если ее запустить. Известная такая история, красивая история. Она начинается еще со Святого Писания. Это 30-я песнь первой книги Моисея. Когда некий Лаван, владелец огромного количества овец, и у него была красивая дочь, и некий Иаков решил на ней жениться. И тогда отец говорит, ухаживай за моими овцами, если будешь хорошо себя вести, я вам подарю овец, и вы пойдете жить дальше вместе и счастливо. Значит, Иаков добросовестно ухаживал за его овцами, и отец решил рассчитаться и избавиться от него. Но тогда Иаков говорит, можно я еще поработаю? Я бы хотел, чтобы вы со мной рассчитались, папаша. Ну, наверное, он так не говорил. Пегими овцами. Лаван осмотрел стада, увидел, что у него все черные, и говорит, конечно, пожалуйста, работай. И тогда Иаков делает удивительную вещь. Он берет множество прутьев тополиных, миндалевых и так далее, и снимает с них кожуру до белизны. Колечки такие разные делает. Вот, мальчики иногда кору срезают, и так ничего получается. И укладывает эти самые прутья в водопойные корыта. И когда овцы приходят пить, они видят свое отражение совершенно вот в таких пегих пятнах. Мало того, зеркало, вы понимаете, неподвижно, а ведь вода, она же еще и живая, она двигается. И поэтому здесь есть какая-то динамика. И происходит удивительная вещь. Через некоторое время среди овец появляются ягнята пеги, и их становится все больше и больше. Эта замечательная история говорит о том, что вот это информационное послание оказалось слегка мощнее, чем генетическая программа. И в этом, конечно, дивный интерес. И, естественно, это интерес в том числе и научный, и мы как-то добросовестно его исследуем уже много лет. Так вот, я хочу сказать, что действительно, если взять два имени, имя плюс и имя минус, если имя минус больше, чем имя плюс, то каждый раз, когда вас называют вашим именем, вы не чувствуете комфорта и внимания. Если ваше имя плюс больше, чем минус, то вы испытываете этот комфорт. Но вы тогда теряете ту энергию и возможности этого имени минус, тогда, когда нужно отстаивать свою территорию быть негативным. И вот задача, объединив эти два, две эмоциональных картины, два этих имени, и дает возможность почувствовать вот эту силу и энергию жизни. Очень интересно. Значит, сейчас мы такой вот эксперимент проведем. Черный экран уже убрали, да? Я очень люблю быть на черном экране, потому что, по крайней мере, на меня смотрят. А когда мелькают картинки, то тогда часто забывают просто о говорящем человеке. Так вот, я сейчас вам предлагаю просто-напросто на этом экране, Ну, поскольку большинство из вас все-таки издалека видели компьютеры, вот, а некоторые даже вот это видели клавиатуры, и у них есть все-таки живое воображение, попробуйте написать на этом экране свое имя. Попробуйте написать, ну, воображением, конечно. Можно его так чуть-чуть там, чтобы оно колебалось, плыло по экрану, для того, чтобы воображение удерживало это внимание, потому что это не так все просто. Но попробуйте написать свое имя. И обратите внимание, вы написали заглавные буквы или вы написали все буквы одинаковые. А, кстати, я очень попрошу вас, ну так вот, не так, а вот так, раз, чтобы увидеть. Есть люди среди вас, кому как-то в подростковом возрасте очень хотелось сменить свое имя? Так, поднимите незначай. Опа, да, понятно. 30% это стандартное количество. Понятно. Так вот, напишите, сейчас мы попытаемся поправить вашу ситуацию, напишите, пожалуйста, свое имя, вот, и посмотрите, какой шрифт и какой цвет. Если не трудно, я вас попрошу волшебной мышкой чуть-чуть увеличьте его размеры. Если у кого-то буквы одинаковые, поставьте курсор, уберите букву и поставьте заглавную. Имя должно читаться заглавной буквы, потому что, когда оно получилось на равных, да, вот, когда оно все-таки заглавной буквы, меняется немного ощущение. И вот дальше совершенно такая удивительная вещь, я вам сейчас предлагаю. Волшебство. Мультфильмы, я думаю, вы видели. Прилетает фея, фея с волшебной палочкой, фея с волшебной палочкой, она касается вашего, вашего имени, которое здесь записано. Вот, имя начинает медленно светиться, сверкать волшебным светом и всякими огоньками. Помните, когда волшебная шкатулочка открывается, идет оттуда солнечный свет. Так вот, оно начинает волшебным образом заполнять ваше тело и оказывается внутри. Попробуйте, пожалуйста, почувствовать, где оно у вас гнездится, в каком месте. Это удивительно, что у большинства из вас будет оно гнездиться примерно здесь. Вот, я не буду уточнять, почему оно, у кого оно получилось гнездиться по всему телу и в ногах тоже. Не взначай так вот. У кого оно заполнило тело, имя? Понятно, интересно. Вот, значит, ну, так вот, вот его положение, да, вот его пространство. А теперь смотрите, мы сейчас встретимся с другим человеком, хотя это будете тоже вы. Вот, мы, вы кликните сохранить, уберите это и напишите какое-нибудь ласкательное, нежное, как вас звали в детстве. Там нежное и очень интересно. Напишите, пожалуйста, свое имя, теперь сейчас здесь, прямо на этом экране. Вот, теперь его чуть-чуть увеличьте. Обратите внимание, шрифт изменился? Шрифт изменился? У кого-нибудь изменился шрифт? Изменился, да? У кого-то тот же шрифт. Хорошо, а цвет букв изменился? У кого-то изменился? Замечательно. Ну, то есть здесь многообразная ситуация, но тем не менее. Так вот, теперь следующее. Мы приглашаем волшебную фею и зажигаем вот это вот ваше нежное, ласковое, ласкательное имя. И оно начинает сверкать, и оно струится по телу. И я попрошу тоже, невзначай, показать руками, у кого оно оказалось несколько в иной месте, в иной территории тела. Это другое несколько положение. Совершенно верно. Во всяком случае, оно окажется у каждого человека несколько в другой территории, имя в пространстве тела. Теперь следующий момент. Напишите имя отчества. Я вам, это совсем интересно. Попробуйте написать имя отчества. И когда мы его, ну, во-первых, это, там шрифт изменится. Вот, на имя отчества шрифт изменится. И самое интересное, когда имя отчества вот этим волшебным потоком придет к вам в тело, вы обнаружите, что большинства людей имя отчества находятся в голове. Это удивительная вещь, потому что это взрослая, так сказать, выросшая часть, вот, которая уже возникла в более позднем возрасте. Поэтому так вот оно меняется. А теперь, смотрите, я хочу вам подарить простое упражнение, которое даст возможность вот подружить имя «да» и «имя нет», «имя нельзя», «имя как тебе не стыдно», «имя ты справишься», «ты молодец». Вот, я предлагаю вам, значит, сейчас написать, вот, вспомните, потому что бывали какие-то прозвища изумительные, ну, неформальные какие-то клички. У нас вот в классе была девочка, которая была очень маленького роста и была очень умной, вот, в классе, можете себе представить, когда это было при моем возрасте, вот, но тем не менее, она была маленькая и была очень умная, вот. И поскольку она была умной, ее считали энциклопедией, и поскольку она была маленькой, ее считали клопиком, и она стала энциклопией, вот, это такая вот изумительная вещь. И теперь я прошу нарисовать круг из своих имен. Хоровод. Это не просто. Это потребуется смекалка и напряжение психическое, и тот самый образ, который является зеркалом. Ну, это, конечно, не водопойная корыта для овец, но тем не менее. Попробуйте нарисовать вот этот хоровод из своих имен. И тихонечко-тихонечко его двинуть, чтобы он стал двигаться. Вот этот хоровод, где имя ласкательное, нежное, официальное, имя-отчество. Вот они двигаются, двигаются. А теперь в середине напишите крупно, четко, ответственно букву, которая включает все буквы алфавита. Я. Напишите букву Я. Я. Вот. И вот этот хоровод все идет вокруг этого Я. Вокруг этого Я. Идет. И сейчас вот эти вот Я. Да и Я. Нет. Они совершенно удивительным образом в ощущениях познакомятся. Я не говорю, что они с первого раза тут же полюбят друг друга, но, по крайней мере, они познакомятся и перестанут жестоко отрицать друг друга. Вот. Потому что когда человек отрицает сильно нижнюю часть, значит, ему все-таки не очень нравятся его ноги. Вот. И вот такая ситуация. Вот они движутся, движутся, движутся. И вдруг Я начинает расширяться и волшебным светом принимать их в себя. И когда вы почувствуете, что это Я приняло в себя весь этот удивительный хоровод, кликните волшебной мышкой «Сохранить». И тогда это тепло появится вот здесь вот в груди. Я хочу сказать, что, конечно, это простейшее упражнение, которое можно с удовольствием как-то делать, когда вдруг скучно становится. Оно красивое, оно заполняет дыхание и время. Я понимаю прекрасно, что происходит постепенно каждый раз, когда вы слышите свое имя или произносите его, то напряжение в лице и теле начнет уменьшаться. Каждый раз, когда вы слышите свое имя, когда оно вот вернулось вот в этот круг волшебный, напряжение в лице и теле уменьшается. Но это ладно, мужское население это не так важно, но когда напряжение в лице уменьшается, это дивный волшебный крем. И тогда мимические морщины возникают гораздо позже. Это мой подарок вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ